Марина работала медсестрой и иногда посещала своих пациентов на дому. Вот уже пятый день она приходила делать уколы пожилому мужчине, Андрею Викторовичу, который после неудачного перелома второй месяц не поднимался с постели. Его жена Наталья Петровна, как всегда приветливо, встретила Марину у порога. «Мариночка, дорогая, как же ты добиралась к нам по такому дождю?» «Ничего, у меня зонт есть», — ответила Марина. «Да и дождь не очень сильный. Он то прекратится, то начнется снова. Я молодая, что мне сделается? Я дождя не боюсь. А город, представляете, почти пустой. Все по домам прячутся. Только одна бабулька на вашей остановке сидит, на дождь смотрит. Странная такая». «А-а-а», — протянула Наталья Петровна. «Это такая в сереньком стареньком пальтишке. Это баба Зоя, Зоя Федоровна. Она своего сына ждет». «Но я так и подумала, что она кого-то поджидает», — кивнула Марина. «Не будет же человек просто так мокнуть. Только зачем же он заставляет ее ждать? Сколько она еще там будет сидеть? Я даже не знаю, когда она туда пришла». «Тридцать шесть лет назад», — проговорила Наталья Петровна. «Сколько вы сказали?» Марина удивленно приподняла бровь, подумав, что ей послышалось. «Тридцать шесть лет назад у нее украли сына», — вздохнула Наталья Петровна. «И с тех пор она постоянно ищет и ждет его. Я хорошо помню, потому что ее Ванечка — ровесник моей Алёнушки. Моя дочка всего на три дня старше ее сына». «Но кто же его украл?» — спросила Марина. «Говорили, что цыгане. Здесь их тогда много было, чуть ли не целое поселение. Но мальчика никто так и не нашел. Пропал, как будто и не жил на свете. Страшно, конечно, перенести такое. Вот и в Бабе Зое что-то как будто сломалось. А других родственников у нее нет? Близких нет. За ней вроде Надя с Верой присматривают. Это дочери ее бывшего мужа. А там я не знаю. Чужая семья Потемки. Как туда влезешь? А эта Баба Зоя, она что, сумасшедшая? Нет, что ты, Мариночка? Она вполне нормальная. Добрая. Только несчастная. Марина прошла к Андрею Викторовичу, сделала все нужные процедуры. Потом простилась с ним и его женой. И, выйдя на улицу, направилась к остановке. Баба Зоя по-прежнему сидела там. И Марина, поздоровавшись, присела рядом. Бабушка, может быть, вам нужна помощь? Спросила она у задумавшейся старушки. Чем ты можешь мне помочь, деточка? Грустно улыбнулась Баба Зоя. Давайте я провожу вас домой. Не нужно сидеть здесь на холоде. Еще заболеете. А дома вас, наверное, ждут. Зоя Федоровна покачала головой. Никто меня там не ждет. Вера и Надя ругают меня. Называют нахлебницей. Говорят, что я уже зажилась на этом свете. Есть не дают. Марина возмущенно вскинула брови. Вера и Надя, это ваши дочери? Кто им дал право так поступать с вами? Никто не давал. Дочки они мне, только не родные. Я, когда с их отцом сошлась, им уже по девять лет было. С тех пор вместе и живем. Дом не мой, им принадлежит. А я им только мешаю. Вот что, Баба Зоя! Марина решительно поднялась со скамейки. Сейчас мы с вами поедем ко мне домой. Не бойтесь. Мы живем вдвоем с сыном Егоркой. Он совсем маленький. Ему всего четыре года. Сейчас он в детском саду. Скоро я пойду его забирать. Но сначала отведу вас к нам. Там накормлю и согрею. Место, где спать, вам тоже найдется. Мы вас не обидим. Соглашайтесь. Потому что я все равно не могу вас оставить здесь в таком состоянии. Спасибо тебе, доченька, сказала Баба Зоя. И по худым впалым щекам потекли мутные старческие слезы. А вот плакать не надо. Теперь все будет хорошо, сказала Марина и обняла старушку. Не прошло и получаса, как Зоя Федоровна и Марина сидели за столом и наслаждались ароматным горячим чаем. Старушка съела все, что ей предложила Марина. И теперь, помешивая ложечкой чай, рассказывала о своей жизни. Я ведь сама деревенская, говорила Зоя Федоровна. Сызмальство на разной работе. То в полях, то на колхозных фермах работала. Труд там ой-ой-ой, какой тяжелый. Сено, солому вилами ворочали. Огромная корзина с силосом коровам носили. Беда просто. Там я, видать, и надорвалась. Муж мой первый, Василий, неплохой был мужик. Строгий только очень. Да и постарше меня был лет на десять. Скотником там же работал. Жили мы, жили. А детей нет как нет. Стал мой Василий на сторону бегать. Слышу, то одна баба завелась у него, то другая. Я реву, а ему хоть бы что. Я, говорит, думал ты мне детей одного за другим рожать начнешь. А ты пустая оказалась. Только мне-то ты такая зачем? Вот я и присматриваю себе другую жену. А с тобой разведусь. Не нужна ты мне, бесплодная. И развелся. На Полинке продавщицы женился. Она ему живенько троих родила. Каждый год с животом ходила. Она радуется, он радуется. А я опять реву. У всех дети есть, а у меня нету. Сколько насмешек вынесла от наших деревенских. Передать тебе не могу. И вот однажды, мне тогда уже почти тридцать пять исполнилось. Приходит ко мне председатель колхоза. А я в ту пору дояркой на ферме работала. Говорит он мне, я, Зоя, для тебя путевку в санаторий принес. Поезжай, отдохни. Других послать никого не могу. Таких одиноких, как ты, у нас больше нет. А все остальные парами отдыхать хотят. А путевку на наш колхоз только одну выдали. Так что, как ни крути, ехать тебе. Я только руками замахала. Куда, говорю, я поеду? Я из нашей деревни никогда еще никуда не выезжала. Только если в райцентр. А тут ехать надо за тридевять земель. А он на меня как закричит. Ты что мне тут, характер свой будешь показывать? Поезжай, говорю, и все тут. Даже ногами затопал. Побоялась я с ним спорить. Собралась и поехала. Ох, Мариночка, старая совсем стала. А ту поездку забыть не могу. Целый месяц на море отдыхала. Зоя Федоровна улыбнулась и махнула рукой. Представляешь, всю жизнь работала, работала. А тут вдруг ничего делать не надо. И все люди вокруг улыбаются. Счастливые, спокойные такие. Я поначалу всех боялась, дичилась. А потом пообвыклась. Однажды вечером ко мне подошел молодой мужчина. Видно из себя такой. Иваном назвался. На свидание меня позвал. Это было как раз в мой день рождения. Вот с ним мы мое тридцатипятилетие и отметили. В ресторанчике на берегу моря. Как в сказке. И все оставшееся время не расставались. В любви друг другу признавались. Потом, уже перед отъездом, Иван сказал мне, что женат. И что я для него буду самым лучшим воспоминанием. А я ни на что другое не претендовала. Правда, когда вернулась домой, поняла, что забыть его тоже не смогу. Забеременела я от него, Мариночка. Как так получилось, не знаю. Сколько лет с мужем прожила и ничего. А тут такое. Я, как поняла, что ребеночка жду, сразу решила из деревни уехать. Нежитье мне было бы там. Бабы деревенские, ревнивые. И сплетницы, как их поискать. Живо бы придумали, от кого я понесла. В общем, не стала я этого дожидаться. Собралась и уехала. Здесь, в городе, Ванечку своего родила. Назвала его в честь отца. И знаешь, как удивительно. У Ивана на плече большое родимое пятно, на листок похожее. И у Ванечки точно такое же было. От отца, стало быть, передалось. Бывает же. Ну вот, почти год мы прожили с сыночком вполне счастливо. А потом случилась беда. Старушка надолго замолчала и закрыла лицо руками. Худенькие ее плечи мелко вздрагивали. Марина ничего не говорила. Гладила старушку по плечу, но слов утешения не находила. Она не представляла себя на ее месте. Что бы с ней стало, если бы украли ее Егорку? Нет, это просто невозможно пережить. Из глаз Марины брызнули слезы. Когда обе женщины наплакались, Зоя Федоровна продолжила свой рассказ. На той самой остановке у меня Ванечку и украли. Он в коляске спал. Куда уж мы с ним ехали, я и не помню. Автобус подошел, не наш. Тут какая-то старушка с сумками попросила помочь ей сесть в автобус. Я всего на секунду отвернулась, а когда посмотрела на коляску, увидела, что сына там нет. Только за углом мелькнула цыганская юбка. Я бросилась за ней, но на улице никого не было. Я кричала, металась от дома к дому. Все бесполезно. В милицию побежала. Никто мне не помог. Искать Ванечку искали, вот только не нашли. Семь лет я успокоиться не могла. В каждом ребенке сына видела. На остановку эту часто приходила. Тут меня Федор и встретил. Он водителем автобуса работал. Хороший был человек, добрый, вдовец. Сам дочек воспитывал. Близняшек, Надю и Веру. Смог он растопить мое сердце. Жалел очень. Да и я, видать, по любви стосковалась. Сошлись мы, жить стали. Он мне Ванечку помогал искать. Ага, дочки шли. Вот уже много лет, как Федора нет на свете. Надя и Вера живут себе спокойно. А вот меня видеть совсем не хотят. Говорят, что я чужая для них. И упрекают в том, что приходится меня кормить. А что же вы? Не удержалась Марина. Ничего. Поплачу, поплачу. Да и приду на свою остановку. Сижу, жду. Думаю, вдруг подъедет автобус. Оттуда выйдет мой сынок Ванечка. И скажет, что знает, как долго я его искала. Обнимет меня. Старушка вздохнула. Ну что ж, кивнула Марина. Может быть, однажды так все и будет. Прошло две недели. Баба Зоя так и осталась жить у Марины и ее сына Егорки. С мальчиком старушка очень быстро подружилась. Она отдала ему всю свою нерастраченную любовь. Рассказывала ему сказки. И вообще старалась не расставаться с малышом. Его это только радовало. Как хорошо, баба Зоя, что ты теперь наша бабушка. Говорил он ей. А то у меня совсем никого нет, кроме мамы. Марина слышала эти разговоры и вздыхала. Она чувствовала свою вину перед сыном. И не знала, как объяснить ему, почему у него никого, кроме нее нет. В самом деле, как сказать маленькому мальчику, что у него нет семьи, потому что когда-то родители Марины отказались от нее самой. Они предпочли дочери бесконечные пьянки и драки с такими же, как они сами. Одна из попоек закончилась поножовщиной. И через несколько дней мать Марины похоронили. А отца посадили в тюрьму, откуда он уже не вышел. Кое-кто из дальних родственников Марины забрал девочку к себе. Но уже через месяц было принято решение отдать ее в детский дом. Ей на тот момент едва исполнилось четыре года. Как жилось несчастной малышке в детском доме, можно не рассказывать. Судьбы таких детей почти всегда одинаковы. Марина иногда видела, как усыновляют других детей, и мечтала, что однажды за ней тоже придут. Ее мама будет настоящей принцессой, а папа самым сильным и добрым принцем. Он поможет ей справиться с врагами. Например, с Гришкой Федотовым, нахальным красавчиком, по которому сохли все девчонки. А вот Марина его не любила. Она боялась Гришку, потому что знала, какой он на самом деле злой и жестокий. Он всегда издевался над малышней, обожал упиваться своей безнаказанностью и радовался чужим слезам. Впервые в жизни Марина почувствовала себя счастливой, когда Гришка, окончив обучение, навсегда покинул детский дом. И второй раз, когда спустя три года вышла во взрослую жизнь сама. Она получила образование медсестры и устроилась на работу в районную больницу. Еще два года Марина улыбалась каждому новому дню, ведь в ее жизни появилась не только свобода, но и любовь. Алексей был врачом. Он совсем недавно закончил институт и перевелся к ним в город. В первое же совместное дежурство они понравились друг другу и уже почти никогда не расставались, все чаще заговаривая о свадьбе. И вот тогда-то в жизни Марины снова появился Гришка. Однажды она пришла на смену и увидела в одной из палат Григория. За те годы, что они не виделись, он возмужал, стал еще красивее и опаснее, потому что выбрал скользкий путь преступника, сразу после детского дома попав в какую-то банду. Теперь он попал в больницу с проникающим ножевым ранением, и две недели Марине предстояло ухаживать за ним. Григорий узнал ее сразу и усмехнулся. «А, наконец-то ты мне попалась! Не думал тебя здесь увидеть!» «Я тоже не думала», — ответила она, и вдруг удивилась внутреннему чувству. Она больше не боялась его, но и простить за все издевательства не могла. Он просто стал ей безразличен. А вот Григория за эти две недели словно подменили. Он влюбился в Марину и едва смог вставать, стал докучать ей своим вниманием. Марина пожаловалась Алексею, тот обещал разобраться с нахалом, но вышло все по-другому. Марина вздохнула, вспомнив те дни. Алексей спасал перед натиском Григория. Он оказался обыкновенным трусом и не только бросил Марину, но и перевелся работать в другой город. Его не остановило даже то, что Марина была беременна, а Григория за что-то посадили в тюрьму. Но Марину это не волновало. Она поняла, что не хочет видеть рядом с собой ни одного мужчину. У нее будет только сын и больше никого. Беременность Марина перенесла плохо, и Егорка родился слабеньким и маленьким. Дни и ночи она не отходила от сына. Все боялось, что с ним что-то случится. Но мальчик рос и креп на глазах. Правда, частые простуды не отпускали, и Марине приходилось постоянно лечить его. И все-таки она была счастлива, ведь у нее был ее любимый сынок. А теперь появилась еще и баба Зоя, добрая старушка, которая охотно стала помогать ей присматривать за малышом. Однажды вечером в больницу привезли пожилого бородатого смуглого мужчину. И персонал сразу же стал перешептываться о том, что это знаменитый цыганский барон Николай. Марина, узнав об этом, с интересом взглянула на нового пациента. А потом приступила к своим прямым обязанностям. Николай перенес несложную операцию и быстро поправлялся, неустанно отмечая внимательность Марины. Как-то вечером он сам заговорил с ней о том, как бы она хотела, чтобы он отблагодарил ее за заботу. «Я заплачу вам столько, сколько вы скажете», — кивнул он седой головой. Марина улыбнулась. «Мне денег не надо. А если вы и в самом деле готовы меня отблагодарить, помогите разыскать одного человека». «Я не полиция», — засмеялся Николай. «И розыском людей не занимаюсь. Это не в моей компетенции». «Как раз вашей», — возразила Марина. А потом рассказала историю Бабы Зои. «Понимаете, никто ничего уже не докажет. Прошло слишком много времени. Но вы по своим каналам можете навести справки, узнать что-то. Конечно, если все еще хотите отблагодарить меня». Николай задумчиво посмотрел на нее и кивнул. «Ладно, что смогу, сделаю». Прошло три недели. Николая давно выписали. И Марина подумала, что зря обратилась к нему с той просьбой. Но однажды Николай снова появился в больничном дворе. И был он не один. Вместе с ним пришла старая цыганка, которую он назвал Розой. «Вот это сестра той цыганки, которая украла мальчика. Ее звали Галина. Расскажи все, Роза». Так и внула. «Гали давно нет, потому и расскажу. Моя сестра не могла иметь детей. Кого рожала, все умирали. И она помутилась рассудком. Украла мальчишку. Мы испугались и спрятали их. А потом, когда следствие было закончено, подбросили ребенка людям в другом городе. Они потом усыновили его. Марина схватила цыганку за руку. «Вы можете показать тот дом?» Роза пожала плечами. «На окраине они жили. Дом приметный такой. Что ж, если надо, покажу». Марина ничего не говорила бабе Зое о своем расследовании. Хотела сначала сама все узнать. И поступила правильно. Оказалось, что семья, усыновившая мальчика, давно уехала из городка. С большим трудом, через дальнюю родню, Марина узнала номер телефона, который им теперь принадлежал. И едва выбрав момент, позвонила. Ей ответил мужчина. «Да, я вас слушаю». «Иван?» Спросила Марина. «Нет, вы ошиблись». Холодно ответил невидимый собеседник и отключил вызов. Марина позвонила снова. «Подождите, не бросайте трубку!» Торопливо заговорила она. «Я ищу мужчину с родимым пятном на плече. Оно напоминает листок. Этого мужчину усыновили люди. Мне очень нужно отыскать эту семью». «Ну, у меня есть такое родимое пятно», проговорил мужчина. «Но зовут меня не Иван, а Михаил. И меня никто не усыновлял». Марина стала быстро рассказывать то, что знала. «Спросите у родителей. Они вам расскажут», – умоляюще говорила она. «36 лет. Ваша родная мать ждет вас. Приходит туда, где видела вас в последний раз. Она живет у меня. Ей больше негде жить. Меня зовут Ковалева Марина. Я работаю медсестрой в районной больнице». «Мои родители умерли, и других я знать не хочу», – Ковалева Марина, – перебил ее Михаил. «И не звоните сюда больше, сумасшедшая». Марина хотела что-то сказать, но не успела. Михаил повесил трубку. Марина тяжело вздохнула. Хорошо, хоть она не обнадежила бабу Зою. Было бы очень обидно, если бы Михаил сказал своей матери все то, что услышала сейчас она. Разве она сумасшедшая? Она просто хотела помочь. «Ну что ж», – сказала она себе вслух. «Пусть будет так. Проживем и сами». Прошло два месяца. Баба Зоя ни о чем не подозревала и не уставала благодарить Марину за доброту и поддержку. Но несколько раз в неделю вечерами выходила на свою остановку и проводила там час-другой. Марина забирала Егорку из детского сада, и они шли к бабушке, а потом вместе отправлялись домой. Но как-то теплым летним вечером Марина, подходя к остановке, увидела, что перед бабой Зоей на коленях стоит какой-то мужчина, и она гладит его в волосы, качая головой. «Мама, кто это с бабушкой?» – спросил Егорка, показывая на бабу Зою. «Это ее сынок Михаил», – ответила Марина. «Давай не будем им мешать и посидим с тобой вот на этой скамеечке». Но баба Зоя уже увидела Марину и, вытирая слезы радости, позвала ее. «Сынок мой, сынок, он нашел меня!» – плакала старушка, припадая к плечу рослого мужчины. «Его усыновили, и теперь он не Ванечка, а Мишенька. Ох, Мариночка, Марина, как же я счастлива!» Михаил взглянул на Марину. «Вы простите меня за то, что я вам тогда нагрубил. Был тяжелый развод и все такое. А тут еще ваши новости. Вот я и сорвался. Потом остыл, все обдумал, поднял кое-какие бумаги. Марина, спасибо вам за все!» «Мама, а что, этот дядя заберет у нас бабушку?» – насупился Егорка. «Давай знакомиться, парень!» – присел к нему Михаил. «Знаешь, брат, я и сам еще не знаю. Может быть, я перееду в ваш город. Надо же мне узнать вас поближе. Ты не против?» «Нет, не против!» – кивнул Егорка. «Приезжай!» «Вот и ладно!» – улыбнулся Михаил. «Теперь вроде как вы моя семья!» «И я несу за вас ответственность. Должен же я отблагодарить за все твою маму!» «Ну что вы, не стоит!» – улыбнулась Марина. И вдруг подумала, что Михаил очень симпатичный. Он ответил ей таким же взглядом и тоже улыбнулся. Прошло три года. Михаил и Марина были женаты и воспитывали не только Егорку, но и его маленькую сестренку Анечку. А баба Зоя никак не могла нарадоваться на внучат и сына со своей любимой невесткой. Наконец-то к ней пришла спокойная старость, та, которую она заслужила. Субтитры создавал DimaTorzok